Траектория философии, на мой взгляд, личностной философии, заключается в движении от шкурно-мыслия к соборно-мыслею. Это своеобразный философский стриптиз, отказ от дуалистического понимания мира и возврат к самоочевидному, изначальному пониманию самого себя и всего, что есть. На знаменитой фреске Микеланджело изображены сотни фигур. В общей сложности 300-600 персонажей, ни много ни мало. И считается, что среди этой выразительной человеческой какофонии Микеланджело спрятал и свой автопортрет. Он таится в складках кожи, содранной со святого Варфоломея. Здесь нужно сделать важное пояснение. На фреске святой Варфоломей держит в руках собственную содранную шкуру, как будто снятый комбинезон. Однако этот кожаный мешок остается целым от головы до пальцев ног. И вот как раз в складках лица этого святого Варфоломея художественные эксперты узнают черты лица самого Микеланджело. Что это означает? Для чего Варфоломей содрал с себя кожу ради философского стриптиза? Было это на самом деле или нет, это неважный вопрос. Важен не факт этого события, а его символичность. Традиционно святого Варфоломея изображают с ножом и собственной кожей в руках. В таком подходе заложен ключ к толкованию. Это философский мазохизм. Мог ли святой Варфоломей сам снять с себя кожу? Наверное, нет в буквальном смысле. А фигурально говорят – да. Философский стриптиз есть сама суть мученичества и просветления. Это сброс старой кожи. Мудрость заживо сдирает с нас кожу, отслаивая шелуху, житейской чепухи с каждым моментом просветления. Раз за разом, когда нас озаряет свет эмпатии, мы сбрасываем кору антагонистических дуализмов, своего рода броню тела и разума, о которой писал психоаналитик Вильгельм Райх. Глядя на святого Варфоломея с собственной содранной кожей в руках, я вижу разум, избавляющийся от своего прошлого, разум, избавляющийся от собственного шкурномыслия. Я вижу обнажение дихотомии, отказ от прагматических, ориентированных на выживание адаптаций, которые отделяют нас от мира. Мудрость устраняет неактуальное и ошибочное, вынуждая нас сбрасывать один слой дуалистического шкурномыслия за другим. подводя нас в конечном итоге все ближе к свободному от дуалистичности с соборномыслию. Чтобы достичь близости друг с другом и войти в контакт с сущим, с тем, что есть, нам требуется скинуть свою дуалистическую кожу. святой Варфоломей символически содрал с себя покров, который отделял его от того, что есть. Это своеобразный отказ от науки и возвращение к интуитивной вере. наука зиждется в коже. Наука начинается с органов познания, с органов чувствительности. Наука начинается с дуализма субъекта и объекта. По Бердяеву это и есть изначальный грех. Тот самый момент, который увел нас от первородного соборномыслия. Субтитры создавал DimaTorzok